Пока мировая легкая атлетика поставлена на паузу, белорусы продолжают подготовку. Как дела у сборной Беларуси узнаем у главы федерации Вадим Девятовский. Сегодня в нашей студии. Вадим Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер, Мария. Наверняка, как и для представителей многих видов спорта, для легкоатлетов перенос Олимпиады стал сильным ударом. Ну, конечно, это неожиданность, потому что ты готовишься, ты все настраиваешь на один день. Мы знали, когда наши олимпийцы будут выходить в сектора в квалификации в финале. И тут резко все меняется, но меняется для всех, поэтому мы быстро очень адаптировались. Главное, что процесс подготовки не прекращался. Ни на один день все наши олимпийцы в хорошем боевом настроении. И, кстати, даже неплохие результаты уже показывают. В какой момент вы поняли, что игры в этом году не состоятся? Вы знаете, когда отменили чемпионат мира в Китае зимний, на который мы, кстати, были очень хорошо настроены, и зимний кубок по метаниям в Португалии, мы уже поняли, что, наверное, эта участь ждет и все другие соревнования. Так и произошло. Мы ждали с барабанной дробью это решение, потому что, конечно, спортсмены, скажем, на пике формы выходили. И тут такие были весы, сдерживать себя, либо вот все-таки готовиться, несмотря ни на что, на эти слухи о том, что перенос будет. И мы готовились, кстати, до конца. Поэтому морально мы были готовы. Повторюсь, самое важное, как это приняли спортсмены, а спортсмены наши приняли это адекватно. Вы говорили о трех-четырех олимпийских медалях в Токио. Да. С учетом переноса Олимпиады, ваш прогноз изменится? Как минимум, я надеюсь, что мы посмотрим, конечно, что будет летом. Никто внутренний календарь не отменяет, и чемпионат Беларуси для нас будет главным стартом. Кстати, мы его специально перенесли на олимпийские сроки, чтобы посмотреть, в каком боевом состоянии подошли наши олимпийцы. В первую очередь, на кого мы ставили в этом году. Именно про которые медали вы говорите 3-4. Я надеюсь, что наши амбиции, возможно, будут еще больше. Федерация легкой атлетики первой в Беларуси организовала онлайн-турниры. Как родилась идея? Идея родилась как раз-таки по причине нехватки соревновательного опыта, в первую очередь, что касается юниоров, нашей молодежи. Да, взрослые атлеты, они, конечно, прошли огонь и воды медной трубы, но есть молодежь, которые, условно, зимой возглавляли мировые рейтинги. И так хочется их поддержать, потому что в юном возрасте, то есть для чего ты тренируешься? Понятно, что для соревнований? Минский полумарафон, это уже бренд Беларуси, пока рано говорить о возобновлении авиасообщения, об открытии границ. И все же, вы готовитесь к этим соревнованиям? Либо же есть разговоры о изменении сроков? Пока мы сроки не меняем. Слава богу, соревнования запланированы на 13 сентября. Это день рождения города Минска. И пока все по плану. На сегодня регистрация идет живо. Не так, как, конечно, в прошлом году в это время, но и пандемия не мешает регистрироваться и из США, и из Гонконга. Кстати, вчера я видел любителей бега из Франции, Германии. То есть даже понимая ситуацию, люди все равно из-за рубежа регистрируются на нашем сайте Минского полумарафона. Не говоря о белорусах и россиянах, которые традиционно любят наши мероприятия. И регистрация идет активно. Совсем недавно Беларусь получила право провести чемпионат Европы в Суперлиге. Это статусный турнир? Это топ. Статус турнира просто взмывается вверх. А так, вообще, если взять Суперлигу командную, это топ-2 чемпионата Европы. И Суперлига, в принципе, они на одном уровне. Ну, слушай, я благодарю вас за чудесную беседу. И я с вами не прощаюсь. И попрошу вас помочь разыграть для наших зрителей подарок в конце программы. Я обязательно это сделаю. Ну, и о вас лично я жду на Минском полумарафоне. С удовольствием.